Девушки отдыхают Против них команда Изи с очередным новым никнеймом их капитана На этот раз это Майндгеймс, я думаю, все-таки Снайкайз, Сенсейшн, Багглз, Громила и Санни Ребята уже приступили к стадии логпика А с вами я, Акамай, со мной вместе игрок команды ГЗ Ли И представитель древнейшей профессии Пуджа Кушер Здравствуйте, мальчики А, я вас не слышу, секунду А вот теперь привет Да-да, всем привет Теперь немного внутриигровой аналитики от вас А я пока буду пить чай Ну, Мека предбанила Офелию и Паразита Ахлборн, Фэйт и Кипер Не знаю, почему Мека боится именно Офелии от Изиков Потому что сильно Офелии там на протяжении всего времени не наблюдалось Но, возможно, им неудобно против этого играть Пока что Мека пикнула, фэст пикнула инженера, который не был забанен И изики думают, думают насчет темпаста, возможно Потому что, в принципе, кипера не будет И мало что темпаста будет Ну, сможет помешать Хотя там есть бегемот Который некомфортно, ему может сбить рельсу Неправильно ты сказал, первым, бегемотом Бегемот, вот так вот Давно хочу я посмотреть на бегемота И будет ли он, было бы круто На самом деле, за классными триплами с бегемотами я очень соскучился Ну, а по результатам прошлой игры команда Мека Такое ощущение, что пригласила команду комплекса Типа играть вместо себя Потому что это было быстро, круто И даже их керри драконис Такой, да, драться, ура, нравится Ну, исполнение было продуктивное Я бы не сказал там феерическое Но оно давало результат То есть все ганги заканчивались практически Вот, опять же, панда Будет, да, опять? Да, да, решили, Реджен, да, хорош на панде Давай, тащи Ну, панда это очень сильный герой Но легко его отгеять Легко Но в начале, конечно, он очень сильный В дальнейшем он просто контрится толкалка Ну, Мараксус Валька, с другой стороны Здесь пандамодиум И, наверное, ребята будут хотеть из локпика какого-нибудь Дэдвуда Команда Мека, может быть Соответственно, ребята бы, наверное, не помешал Какой-нибудь еще запасной суисайдлайнер или саппорт Торт, может быть? Торт, может быть? Торт нужен Торт был в прошлой игре у Мекки Мекки нужен еще инициатор Потому что панда такой себе инициатор на самом деле Она очень классно фоллует Но вот панда и инженер, наверное, пойдут на харду И это очень сильный лайн Ну, Мараксус в прошлый раз достался Мекки И Мараксус в прошлый раз достался Мекки И Мараксус в панда было хорошо О, Бомбер! Зиртах будет соло мид, наверное, на Бомбере Я уже предполагаю Это его герой Из его коллекции Из его коллекции героев Ну, немного другая игра уже будет явно Хотя Бомбер, конечно, глобал презенс у него И с его ультой он может помогать ганкам всегда Но посмотрим, будет ли такой же трейн И видела ли его команда Изи только что в стриме И будут ли они готовы к такому трейну Ну, Тёма хорошо играл очень на Бомбере Но он долго инактив Не знаю, что он сейчас покажет Мало он сейчас тренируется, практикуется О, Хеллбрингер Хеллбрингер Ну, играют Изики Хеллбрингером часто, кстати Ну, уже два персонажа, которых я очень рад видеть Рад встрече, так сказать Запылившиеся А Вальку вчера и позавчера, кстати, показывали И коты на ней играли А, коты часто, кстати, стали через Вальку играть Да, Валька уже как-то немного Валька с аватаркой мужик Мужик в платье Мужик с сиськами Да, мужик в платье с сиськами Ралли, ферст пик И Изики, давайте, давайте, давайте Дайте мне бегемота, бегемота мне Бегемот, Валька и что-нибудь ещё Тортура, наверное А, Ралли, неплохой пик довольно-таки Ну, Тор тогда Легиону, а Хеллборн пока сейчас выбирает двух персонажей Ну, я надеюсь, бегемот 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 будет Резкий пик Резкий пик Ну, а теперь посмотрим На пять минут вперёд Мы ещё не знаем их результаты Команда Хеллборна Команда Изи И это Хеллбрингер Глациус, Валькирия Мараксус И бегемот Опять я радостно Очень радуюсь Бегемоту Посмотрим, как Санни на нём покажет Буквально вчера или позавчера Мы с ним вместе Когда кокастили Вспоминали, что бегемота Как-то маловато И игроков, которые на нём Звёзды ловят Тоже не сильно много Ну, будем надеяться, что Поднатянул матчасть немного Санни И сможет на бегемоте что-то показать Но бегемот, с другой стороны Не очень эффективен на дабле Ему бы хорошо видеть триплу Хотя в данном случае У Уизиков, по-моему Трипла не сильно срастается Хотя соло-Валька Какой-нибудь мид Хеллбрингер Я не знаю даже И трипла, Глацик, Бегемот И Мараксус Ну, нет Не, не сильно Ну, нет Трипла-то даже с Валькой должна быть А вот у Мекки Тем временем Очень классные лайны просматриваются Мне кажется Возможно даже соло Ну, они сейчас в Петеров Конечно же пойдут Вардить Может кого-то найдут Я думаю, что это будет Панда Возможно Или Рапса Наверное Панда Рапса Это будет Хардлайн Мидлайн Это будет Инженер Ралли И на соло-изи Даже возможно Пойдет Бомбер Да, да Бомбер Бомбер ползет на черепахе Такой классный Вперед Говорит ей Смотри Он ее уздечку дергает Пошла Пошла Я не видел Кстати, еще Эту аватарку Да, очень классно Ну, это чисто ржак Причем Черепаха с сигарой Сигара и бомбер И сигара и черепаха Кого-то они могут встретить Могут встретить только Хеллбрингера Который пока сам Находится вверху Но по ходу встречи Не состоится Глацик на медлане Бегемот Валька Зачем Вард на площадке Вот зачем Глацус Мараксус Ну Такое себе И Бегемот Валька Тоже Тоже Не то чтобы Прямо Тоже такое себе Вард от сенсейшна Сразу на полянке Наверное, ребята знают Что вверху будет дабла И не хотят встретить Рапсу, вышедшую из ежелеса Бомбер 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 Где ты, Бомбер? Ой, Бомбер, привет Ой, он идет сейчас Ой, хорошо Закрыл Бегемот Отличный стан Отличный стан Отличный стан Валька пока Слипом Но уже получила бомбочку Да Не о чем убить Слипом Валька Мне кажется, что Бегемот здесь будет Выполнять Роум еще Такую цель Потому что он набрал Ходить на мид, что ли Но там есть ралли Который может засейвить Ну, в принципе, бомберы Развели сразу на красную банку Что, в принципе, достаточно приятно И въезды по нему Могут быть более-менее результативными По крайней мере, Валька Когда там На каком-нибудь третьем левеле Вкачает первый скил на два Георг Мне кажется, у тебя стрим На заднем фоне еще идет Я его слышу А я не слышу Может быть, у тебя, Парк? Нет, у меня вообще браузер Браузер закрыт У меня тоже закрыто все И у меня тоже закрыто Ой, бомбера, как классно Только что-то застанил Бегемот Отлично Отлично, отлично Отлично Это Бладлас для команды Изи Санни на самом деле Действительно что-то подчитал Я не знаю, там есть книжки Я недавно нашел книжку Которая называется Как начать читать Прикольная книжка Да Как начать играть Бегемотом Да, вот он, по-моему, наткнулся на книжку Как играть Бегемотом И вот именно один из Первых уроков Не зря прочитал, не зря Первых уроков Ему очень даже хорошо дался Хотя бомбер все-таки взял второй левел Бомбер, бомбер Бомбер, как дела вообще? Получи еще разочек Бобрить, бобрить Бобрит, я не под ничего не выйдет Там уже грибы Бомбер бегемота бобрит Валька, кстати, со стрелкой Я теперь у Вальки могут быть проблемы Бегемот Ой, ой, ой Не, ну, бомбочка первая, наверное, ее не убьет Да, мановато Ну, бомбер как-то агрессивно играет Слишком для его линии Ну, он на черепахе Он как-то, да, вообще-то Черепаха, бляда Мимо стрела Ой, на мидлайне проблемы у Глацика очень-очень проблемные, хотя станут, когда Вилла немного его засейвил, но Глацик, по-моему, выбрал немного не тот путь, это будет проблема-проблема-проблема или нет, опять забрали звертых, а внизу, тем временем на мидлайне забрали Глациуса, 1-2, ребята хотя бы из Легиона открыли счеты, это первый фраг для Мекки, достается он Soul in my mouse на ралли. Проблемы у Хеллбрингера еще, Наташа. Да, такие причем. Будет ли, будет ли, будет ли. Не добьет. Не, не будет. А вот если праньше Дискополе поставила, Рапса, возможно бы забрали. Бомбер, бомбер здесь, бомбер, привет. Я думаю, сейчас Редженту тоже бомбер, че вообще как-то, че пришел. Теперь бомбер с Соло против Хеллбрингера, ну а Панда с Рапсой, наверное, улетят, пытаться побеждать нижнюю линию, тем временем ганг на мидлайне, это въезд по инженеру и фраг для команды Изи. Роум, ищи бегемот, правильно все сделал. Теперь внизу уже Пандамониум с Рапсодией, но вальки третьего левела с Липом, они, наверное, уже ничего и не сделают. Продолжать. Будут ли по ралли? У бегемота нет маны? Не, не будут. Просто выгнали Смита. Ну, хорошо это. Бегемот отличный вообще, 1-0-1 его статистика, и благодаря ему два фрага было сделано. Отличные станы от Сани на нижней линии позволили прогнать оттуда вообще совсем бомбера. Да, и теперь оставили, наверное... Не, не ссорил Вальку, все-таки бегемот приходит на нижнюю линию. Хотел поправить, бегемот сделал 3 фрага, он заблочил инженера, не дав по нему стуна. То есть это тоже был так. Прикодился он, да, еще и в третьем фраге? Да, полезный герой, которого недооценивают. Просто подлая система Хона не учла его ассист в этом бадди-стопе. Его даже здесь не учитывали, для бегемота. Ой, отлично, снова опять полетит стрелка, но он не стрелку задолжил, все-таки Рапсоди. Рапсоди, наверное, даже и не уйдет. Валька после Липа, конечно, догонит еще один фраг для бегемота. Бегемот в год. Бегемот жгет. Жгет, жгет. А тут другого слова просто и не подобрать. Да, действительно, это полностью описывает его действия. Просто можно пророчать как бегемот и сказать, я бегемот. Энджикс тоже бадди-стопил крипов, чтобы их к таурах не не бил, и по итогу привел трех ранжовых крипов своему мид-лайнеру Ралли. Что у нас там по крип-стате вообще? Мы видим, что Ралли в принципе неплох. 12 крипов у него, у Мараксуса 15, что удивительно достаточно. Но Громила, видать, приловчился правую кнопку, лучше нажимать. Опять стихи. У Рапсодии вообще жесткие проблемы. Хил Камана. Так, там Мараксус состой уезжает. Не, не убьет. Может, может продолжать, может продолжать. Будет даже стан, будет и стан, и это будет точно фраг. Точно. Ох, есть все-таки тамаром. Да, отличная сторона Бегемода. Инжико еле-еле выживает вверху. Еще и Зиртих обменялись жизнями с Хилбрингером. Бегемод, Мараксус и Гладцы хотели продолжать, но под Тауэром это не сильно удобно. Хотя фраг команде Хилборна удался еще один. И прикольный обмен вверху бомбер на Хилбрингера. Пустая линия теперь вверху. Крипы с Тауэром дерутся. Ха-ха-ха. Ну, кстати, бомбер с приходом на верхнюю линию чуть-чуть ожил. Пятый левел уже он насобирал. И с деньгами полегче стало. Как-то 14 крипов уже у бомбера. Ох, въезд по Бегемоду, наверное, ни к чему не приведет. Да. Бегемод на ботинках, я думаю, сходит домой и пойдет куда-то еще убивать. Пандамониум оставлен, слово против Валькин. Пятый левел. И сейчас с приходом Бегемода может быть и фраг. Ох, убил бомбер. Какой отличный ульт по Глациусу. От Зертеха. Только взял шестой левел, сразу 200 копеек ему его принес. Теперь у него есть сапожок. Черепашка очень быстро перебирает лапками. Да, у Хилбрингера пока нет. Еще целых 100 копеек ему надо собирать. У него нет черепашки просто. Кто-то я слезы на его лице просматриваю. Пока ли в инвизе, тут на миде что-то хотят въехать по Мараксусу. Возможно, он знает что-то. Пытаются въехать по бомберу наверху. Бегемод, как всегда. Просто. Будет, 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 будет. Нет, в отличных, кстати, реакция от Стани реально мог быть неудобный стан. Сейчас можно просто его дать. Вот просто стан и будет хорошо. Есть вот просто стан. Ах, Хилбрингер тогда без ботинков до сих пор. Да, придет Хелп сейчас, да, и у меня нет смысла давить. Эх, как же ботинка в отсутствии помешала только что фрагнуть. Ну, Зиртик тоже неплохо спозиционировал себя. Неудобно было Бегемоту его отрицать в любом случае. Его не днали бы. Въезд по ралли, я так понял, не сильно. Получится отличное отрицание опять Инженера. Инженер пытается отмахаться Кегой, но это все равно будет в любом случае фраг на нем. Сани, Сириалкиллер. 3-0-1 на Бегемоте. Опять 4 на мидлайне. Проблему могут быть у ралли его замедляет. Будет троечка. 3 секундочки по ралли. Продолжение от Бегемота поступит ли? Поступит. Будет враг. Будет, будет, будет. Отлично. В даблстан громила вместе со всей почти командой. В чизвером они его загоняли. Хеллбрингер вверху, конечно, харас-перехарас с бомбером у них. Один замедление ему с дотом накидывает, другой ему бомбочку накидывает. Муратус Чилис. Ну, изики сильные. Изики очень сейчас хорошо выступают. Что вообще странно, потому что лично мне казалось, что изики слабее, чем и Ци, которых только что выиграла команда Мека. Но тут посмотрим. Изики очень-очень инкруппированы и отчасти благодаря Бегемоту. Да, Бегемот здесь, конечно, львиную долю внес. Он поучаствовал во всех киллах. Ну, почти. Из восьми в пяти. Ну, в шести, как мы посчитали. С учетом бодиблоков. Ну, в данной ситуации, мне кажется, исход игры Мека зависит от того, что как себя проявит панда, которая сейчас, в принципе, стоит на прифарме. Валькирия ничего не может сделать. Это не очень прифарме, у него Валькирия, правая кнопка по нему, 30 крипов, 30 крипов, да. Первый по фарму. Как Бегемот практически. Ну, вот Валькирия, собственно, его. На Медлайне въезд. И это опять не узнали. Стоит Мараксуса и опять с помощью Бегемота. Ребята, делать фраг. Еще и приятный фраг на ралли. У него уже три смерти у Медера. Валька прогнала панда. Панда уже дома регенится. И, в общем-то, с его, в кавычках, фрифармом, имеет всего 203 кп. Ну, когда панда просто на линии, Валька на него правой кнопкой нажимает. И все, собственно, панда и ничего не может сделать. Хотя панда со щитком мощно летит на мидзлайн. Седьмого левела панда с 0-0-0 явно пока не пригождается команде. Совпадение или нет? Ну, ралли только что вернулся от стальной Бегемота. Хотя, поможет ли ему это выживать? Панда. Ох, как стелка Вальки прилетела в Инженера прямо в 5-секундное. Очень надолго. Ульта Хеллбрингера не слабо зарешала. Это даблкил для команды Хеллборна. Глассика даже не заберут. А вот по ралли, по-моему, въезд удастся. Удался. И Робсаич поможет. В общем-то, это получился первый тимфайт, в котором не поучаствовал Бомбер. У которого, в общем-то, он даже... А, нет, он давал ульту когда-то давно. Но ничего он не смог сделать. И в 4-5 языки выиграли в ноль. Можно сказать, что это почти геноцид. Даже Валька поучаствовал. Из этого файта совсем все плохо, конечно. У Мяки. Да, у Легион. 3-13 счет. 5 тысяч золота. 4 с половиной тысячи опыта. Преимущество за командой Изи. И это отличный темплейт в их исполнении. Мараксус опять с руной. Это опять Хоста. Ой, Панда. Панда хочет убивать Вальку. Хочет убивать Вальку. Хочет убивать Вальку. Это может получиться. Есть станет Пандой. Будет продолжение в качестве ульты. Будет ли? Будет. Панда отомстила день. Да, ну и с помощью Бомбора, конечно, фрагу дался. Еще и Динайд Аура. Неплохо. Зиртих, правда, пока радует только тем, что немного участвует в киллах своими ультами. Но глобально говоря, приятная по демиджу бомбочка ему еще сильно не помогает. Команде, в смысле, не помогает. Хотя Зиртих 240 гпм, что-то тут крип контролит вовсю. 3-3 у него счет. Бомбер, кстати, что интересно, я бы заметили, он без второго скилла. Именно вообще без второго скилла. Ну, чтобы легче было крепаться против Холбрингера, наверное. Ну, и чтобы легче было батарейки заряжаться, я бы сказал, против Холбрингера. Хабой такой тоже достаточно злой. Миша, пока тишина. Закончится все как-то. Да, тишина, вот на сихах. Валька, кстати, Mighty Blade купил у себя. Вряд ли это шумка первого, первым ртом. Больше на хп, наверное. Да, может быть, куда я сбрят. Мараксус, тем временем, восьмой с чили, со мной, со стимбудсами. И, можно сказать, бесконечной маной, если еще есть Bottle of Tears. И осталось ему полторы тысячи где-то наждать. И он, я думаю, проявит себя по-новому. Стрелка полетела, 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 полетела. Вэнжика медисекундная пошла. Будет ли продолжение сейв от ралли? Зацепил Глациус. Бегемот прилетит, это однозначно фраг. Еще и фраг на ралли прилетит. Или кто-нибудь еще, это Пандамониум, по которому тоже, в общем-то, можно было бы продолжать. Бегемот шестого левела с Ring of Sorcery может быть полезным команде. Хотят убивать Панду, хотят убивать Панду, хотят убивать Панду. Не, 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 не. Хотят, но не получается. Ну, Мека, Изи вообще хозяйничает теперь между Тирогенцами. Они сильно хозяйничают, они все в пятером на мидллайне. И против пятерых сейчас ничего не получится. Тауэр задефать не выйдет у команды Мека. 7 тонн голды преимущество дал этот простор. Ох, есть по Панды, будет с ультой Хелбрингера, Панда упрыгивает. Продолжения не будет, наверное, получится только пуш. Бегемот пытается, пытается что-то сделать по Энжик. У Энжика, кстати, до сих пор есть ульта, есть ульта и уралли, но он ей не воспользовался почему-то по Бегемоту. Малфас оттанковал весь Тауэр. Панда пытается ехать по Вальке, пошла ульта от Бомбера, никого не убила. Могут ли бросать Мараксус с ультой? Забирает Инженера, заберут еще и ралли, готово. Бегемот поучаствовал. Хотя там и очень лохоп, Гласус отдается. Сзади приходит Бомбер, по которому нечем пока что продолжать. Не, 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 ну это уже надо уходить, это уже надо уходить. Валька очень хочет, очень хочет, очень хочет, но по-моему ничего не получит. Дала ульту. Ой, сейчас Бомбер же умрет. Да, получилось, правда. Почему он развернулся? Валька получила бомбочку в лицо, но... Будет ли это фраг? Эх, 40 хп. Ралли. ТП уэй от Вальки и ралли не успевает. Хорошая реакция, 2, елся 3-1. Кстати, что интересно, 7-0-7 у Мараксуса теперь, благодаря... Бегемоту, у которого 6-0-8, и в общем-то стата по фрагам ассистам у них примерно идентичная. По 14 не имеют, из 19 в своей команде. И всего-то, всего-то 600 копеек остается Мараксусу до порталке. Да, с порталке Мараксус тут вообще, конечно, расчленит просто. Пока да, проблема небольшая с инициацией и догонянием. Но это будет быстро решено с пандомониумом. Въезд по глазу, что он тут делал. Да, сенсейшн повардить, видать, захотел. Мека интересно завардилась, кстати, все входы в лес, антиварды, мидлайн. Варды в одном месте полностью сосредоточены. Валька, 1400 денег и покупка чего это все-таки будет? Такие швенкин хэд, что ли, придумал себе багглз? Ну, такое. Вообще такое. Даже не знаю, именно фростберн с асберном были бы лучше. Тем временем, сустейнер в сборе появляется на хелбрингер, и это первым артом рефрешер будет в Майнгеймсе. Наверное, да. Все фармят сейчас какой-нибудь себе артефакт. У панды, правда, этот артефакт будет в ботинке, а у Мраксуса уже порталкейм. Фрифарм Редженду, видите, не показывают нам особо результата. Вон только Гоустмарчеры сейчас насобирают. Ну, там и особо фрифарма такого не было. Ну, это я юморю. Да, вот ж фрифарм. Гоустмарчеры, это ж классный тоже артефакт. Однослотовая панда. Сейчас у нас будет. Тем временем, ГПМ-чарт подсказывает нам, что у Мраксуса уже есть порталкейм, у Вальки 300 ГПМ, у Хелбрингера 260. Ему еще, конечно, долгий достаточно путь до Ресторейшн Стоуна, но все-таки начало уже положено сустейнером. Это попроще, осталось ему полторы тысячи дособирать до... даже меньше уже, до Варканстафа, ну и потом еще полторы тысячи до Рецепта, 1850. Пили трапсодию, иллюзию Бегемота в лесу, я так понимаю, уже минута 4. Как там у Бегемота? У Бегемота тоже порталкей, конечно, не так близок, но и не за горами. Ну, у него не просто порталкей, у него как бы инкуфсерсер есть уже, так что это... Да, он все нормально делает, все хорошо. Ох, наверху замес! Хорошая ульта от Бомбера, но, к сожалению, ничем не помогла во фрагах. Это будет фраг еще и на Энжике, забирают его, Мараксус не умрет. Даблкил для Громилы и в никуда ульта Инженера и Бомбера. Еще и Тауэр, вообще хорошо. Ну вот он ПК, вот он ПК, так он себе показывает, и это очень... быстрые результаты в киллах, даже в Таблке. Она сейчас умрет. Она, нет, она со Станом еще сейчас наверх прыгнет. Ох, как неплохо! Что-то странное произошло. В Панду, нет. Разминулись, Панда. Почему он Бегемот не дал рейс? Панда, есть ульта, Панда, есть ульта, и это будет фраг на Вальке. Ой, как нехорошо. Заигралась Валька, заигралась. Чудо, допрыгался. Ой, не получился фраг! Хотя, она пыталась, конечно, что-то сделать, но это что-то не получилось. Панду тоже забрать не вышло. Инженер пытается продолжить по Бегемоту, но мне кажется, что Бегемот должен уйти. Есть у Гладзуса Стан, он его даст. Сзади, тем временем, Мараксу забрал таки Реджендо. Будет продолжать по Инженеру. У Инженера нет ульты, нет кеги, нет ничего вообще. Ралли, Ралли въезжать решает, наоборот. Ох, это ему жизнь сейчас будет стоить. Ой, будет стоить. Очередной, кстати, отличный Стан от Санни. Стабл Стан от Мараксуса. Будет ли фраг еще и на Инжике? На батареечку юзнут Мараксус. Будет, да, есть. Бладбейс уже на Мараксусе. 11.08 у Громилы и 7.10 у Бегемота. Это два главных персонажа на данном этапе в команде Хеллборна. Ммм, Бегемот купил ПК, а Мараксус после покупки ПК удачной за 2 минуты нафармил еще 1700 голды на фрагах. Да, тает, конечно, перспектива Мекки сейчас. Учитывая, что там какие-то итемы есть на бомбере только. Ну, а и односалтовая панда. 9.25 счет побеждает команда Хеллборна. Почти 13 тысяч золота у них в кармане и 8700 опыта. Ну, как бы действительно, тут шансы Легиона практически минимальны. Я вижу их идеальный тимфайт, но пока не вижу, как им его вот применить. Ведь там есть два порталкея и отличные въезды от Громилы и Санди. Просто после ПК Стулмараксус, ПК Ульт Бегемота, там не останется ничего. Да, да. Все надежды быстро погрянут. В этом, собственно, и заключается их проблема. Надежда-то есть, но после 2 ПК, там мало чего останется в живых. Учитывая, что у них там даже вейсментов ни у кого нет. Валька Шанкин Хэд, 20 минут фармила на фармила. Неоправданный артефакт. Вообще, вот-вот вообще он не нужен тут. Не, ну, учитывая поведение Баддился, правда, он любит там под базой бегать, под всех подставляться. Может, чуть-чуть дефа ему это давать. Бегемот въезд по ралли, будет продолжение от Хеллбрингера. И Глациуса, и Мараксуса, это еще один фраг. Но на этот раз для The Sensation, а Глациус получил свой третий фраг. Это теперь 3-5-13. Ульта! Правда, по одному бомберу не сильно удачная. Рапсу заберут, ульта от Вальки. Рапса красиво попрощалась с своей ультой. Не знаю, зачем ее дал лаг. Она самой Рапсе ничего не дает. Предсмертный огонь. Да, просто для красоты. От консит от Легиона. И это победа команда Изи, причем быстрая, впечатляющая. Так сказать, стремительная. Но тут стоит отметить отдельно игру Бегемота и Мараксуса. Ну, Мараксус, это то, к чему мы привыкли. А вот Бегемот, Бегемот, это то, что уже отвыкли. Да, давно не видели. Даже без всяких треплов, без ничего. С отличным роумом. Изи справились со своей задачей. И победили против команды Мека в первой игре. Сейчас, через пару минут, будет вторая. Субтитры создавал DimaTorzok